Всем привет! Сегодня мы будем переделывать правую руку, а левую, как вы помните, я показывала вам недавно. Мы на ней сделали вот такой вот интересный маникюр, он мне понравился, я до сих пор с ним хожу и не хочу даже снимать, хотя уже пора. Но приступим к самому страшному. Это правая рука. Тут укрепления никакого не было, поэтому она ужасно выглядит. Везде все отслоилось на торцах, ногти поломались. Ну, в принципе, сами понимаете, что когда делаешь левой рукой, все получается, во-первых, не очень аккуратно, а во-вторых, выравнивание базы я стараюсь не делать, так как ногти короткие и кажется, что этого будет достаточно. Такого неукрепления, конечно же, не хватает и ногти просто сыпятся. Поэтому сегодня мы с вами вместе протестируем с Алиэкспресс акриловую перламутровую пудру и с помощью нее укрепим ноготки. И, конечно же, я вам отчитаюсь, насколько хорошо или плохо она относилась. Тот маникюр, который у меня был, градиент в тирке, который я вам показывала, мне она очень сильно понравилась. И я обязательно повторю подобное, но с каким-нибудь дизайном уже разбавлю все это более насыщенными цветами. И, возможно, сделаю не на все ноготки, а, может быть, с помощью в тирке сделаю что-то новенькое. Не знаю, обязательно вы это все увидите. Конечно же, я сниму и вам покажу. Акриловая пудра это у меня очень давно. S-Flow цвет розовый. И я думала сначала, когда открывала, что она будет просто нежно-розового цвета. Но нет, она именно перламутровая. И мое впечатление о перламутре было не такое, пока я не нанесла на ногти. Но вы все сами впереди увидите. Кому-то понравится, кому-то нет. Для меня было очень непривычно. Но пудра сама по себе свои свойства, конечно же, имеет точно такие же, как и обычные. Тут просто дело в дизайне. Если вам нужно быстренько укрепить ногти и в то же время их как-то чем-то завуалировать, это отличный вариант. Подготавливаю я ногти очень быстро. Я сделала уже без вас маникюр. Вы помните про безопасную фрезу, которую я вам недавно показывала. Для паровой руки я ее тоже использую. И потом уже обрезной маникюр ножничками. Базу я наношу Мадам Блам. Она у меня аллергии не вызывает, что мне очень нравится. Почему именно вот эта база для акриловой пудры? Во-первых, она жиденькая, вложится более-менее тонким слоем. И мне кажется, для акриловой пудры она подходит больше всего. Я могу, конечно, ошибаться. Если вы знаете, что какая-то база очень хорошо подходит под акриловую пудру, обязательно пишите. Буду рада вашим вариантам. Наношу тонким слоем, так как если нанести толстым, соответственно, пудры будет в некоторых местах неровно много. И тут важно не доводить до кутиклу, чтобы было небольшое пространство. Возле боковых валиков сильно не прокрашивать. То есть там прям миллиметр хотя бы, но оставлять. Иначе негде будет база схватиться и получится от акриловой пудры затеки. Плюсом она ляжет в этих местах буграми и потом все это придется просто выпиливать. Лишние проблемы, лишнее время. Именно жидкая база подходит больше всего для акриловой пудры. Ну и после того, как мы нанесли базу, берем лопаточку, чипсу, все что вашей душе угодно и просто посыпаем хорошенечко на ноготочке. Просыпая все хорошо везде, не касаясь акриловой пудры, непросушенном состоянии, стряхиваем лишнее и отправляем на двойное время просушивания. Так как слой толстый, то УЭФ лучи полимеризуют все это очень долго. И лучше всего передержать в лампе, чем не додержать, иначе она у вас просто сколется. И как видите, ногти стали просто практически белые. Даже сейчас это видно, я наношу акриловую пудру просто на все ногти и потом с помощью жесткой щеточки все лишнее стряхиваю. Потому что акриловая пудра где-то налипает, но не очень сильно и в то же время неровно. Но вот так вот ногти даже если оставить, то уже красиво смотрится и такое укрепление плюс дизайн очень даже неплохое. Жесткость в любом случае создается, за счет этого ногти уже не будут так сильно гнуться. Торцы я подпиливаю сразу же перед тем, как наносить следующий слой базой или можно подпилить после базы. Если где-то сильно что-то торчит, то тоже подпиливаю, так как акриловая пудра жесткая и ей это не повредит. Ну и наносим после всех наших экзекуций, конечно же, снова базу. Пропитывая хорошенечко акриловую пудру, при этом укрепляя ногти еще больше. Дизайн будет у нас с вами очень быстрый и легкий для правой руки. Выбрала я два цвета фиоры, они нежные, красивые между собой, мне как показалось сочетаются. Но сразу предупрежу, что дизайн на большого любителя, так как кому-то это покажется очень неаккуратным. Берем кисточку и просто наносим вот как душе угодно, до середины ногтя, до края ногтя. Как вот ваша фантазия сыграет, хоть пятнами, вот именно так и наносим. На все ногти где-то розовый цвет, голубой, где-то можно сочетать, допустим, на одном ногте и розовый, и голубой. Тоже смотреться будет неплохо. А если вы еще сможете сделать градиент, это будет вообще писк. Но опять же, это займет лишнее время. Для того, чтобы переход смягчить, который у нас получился не очень красивый, я возьму поталь золотистого цвета. Она у меня вот в таких баночках набором, есть также пластами. Но пластами мне показалось, что будет дольше все это делать, потому что ее надо нарезать, измельчить, смять. И все это лишнее занимает время. А тут она уже готовая. Просто распаковываем, пинцетом отрываем и наносим на ноготочки там, где нам надо. Поталь вообще по своей природе бывает разная. У меня она двух видов, но, насколько знаю, она бывает еще жесткая. Вот эта мягкая, приятная на ощупь. Если на друг друга ее много слоев положить, то, конечно же, она будет слетать, и придется наносить топ выравнивающим слоем. Но так как я этого делать не хочу, я хочу все сделать тоненько, в тонкий слой топ, чтобы не было лишнего занято времени. Так как правую руку и так делать долго, а плюс еще, если какой-нибудь замудренный дизайн или долго наносить гейлак, это просидишь вообще практически целый день. Поэтому все стараюсь сделать максимально просто. И вот на стык, на все ноготочки мы наносим поталь. Чтобы сделать более рваный эффект, я с треем пинцета просто ее как бы раздражаю, разрываю и распределяю по ногтям. И сразу хочу сказать, что без пинцета этот дизайн будет тяжеловато делать, так как если налеплять большими кусками, то ее потом отрывать будет невозможно. А пинцет острый, хорош тем, что вы с помощью него нарвали мелко, выложили и потом острием все это дело расцарапали. Смотрится уже сейчас более-менее и кажется, что дизайн неплохой, но он все-таки для коротких ноготков не очень сильно подходит и советовать на такую же длину я не буду. Хотя, возможно, кому-то понравится, ведь дизайн сам по себе очень оригинальный, а что важно для правой руки, очень быстрый и простой. Ну и для того, чтобы панталь нигде не топорщилась, я смогла очень так не сильно толсто перекрыть все топом, я по ней прохожу с силиконовой кистью. Прям вот очень хорошо втираю в липкий слой от гей-лака, за счет этого она вообще нигде не торчит, принимает полностью форму ногтя и можно тонким слоем все прекрасно перекрыть. И в конечном итоге вот такие ноготочки получились. Два цвета я использовала, может быть, как-то это не очень выглядит, плюс ко всему акриловая пудра у меня легла неаккуратно. Надо было отступить и вообще наносить все это дело как дип-систему. В таком случае бы переход был более мягкий от кутикулы и там не было бы большого количества акриловой пудры и, конечно же, ненужной ступеньки. Этот дизайн мне больше надоел, чем на левой руке яркий. Возможно, я его когда-нибудь повторю в другой интерпретации, так как если сделать, допустим, не акриловую пудру такого цвета, а нежно-розового, то сочетание будет намного лучше и гармоничнее. Ну а на этом все. Надеюсь, вам видео понравилось, было интересным, полезным. Сегодня мы с вами прошли вот такой вот дизайн, вместе с вами посмотрели, как он делается. И я свои ошибки какие-то увидела, приняла и сделаю в следующий раз по-другому. И вы научитесь на моих. Желаю вам всего самого наилучшего, ну и, конечно же, классных, красивых и здоровых ноготочков. Пока-пока!